Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Усилить контроль за исполнением ограничений, предписанных указом главы Рашида Тимрезова, и активизировать работу по вакцинации населения, говорили на заседании Оперштаба. Если все в порядке, заходит в процедурный кабинет. Жители республики выстраиваются в очередь за прививка от COVID-19. Кто-то в первый раз, а у многих ревакцинация. Отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и разметки. Не проводится дезинфекция помещений и термометрия. Роспотребнадзор проверяет все торговые центры. Хлебопекарни могут получить субсидии на возмещение части затрат на сбыт произведенного и реализованного хлеба. Это позволит избежать роста цен на хлебобулочные изделия. Сегодня председатель правительства Карачао-Черкесии Мурат Таргунов в режиме видеоконференц-связи провел заседание Оперштаба по противодействию распространения COVID-19 при участии глав городов и районов. На заседание представили оперативные доклады по ситуации с распространением коронавируса в ходе вакцинации и исполнения указа о мерах повышенной готовности. Министр здравоохранения Казимы Шаманов в своем докладе указал напрямую взаимосвязь уровня заболеваемости в отдельных районах с тем, как налажена вакцинация в муниципалитетах. На совещании отметили, что Ногайский район является лидером по вакцинации. Там фиксируется минимальное количество новых случаев инфицирования. Главный государственный санитарный врач республики Сергей Бескокотов в свою очередь рекомендовал увеличить перечень объектов, при посещении которых необходимо предъявлять QR-код, документы о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. По итогам заседания премьер-министр Мурат Аргунов поручил главам районов усилить контроль за исполнением ограничений, предписанных указом главы Рашида Тимрезова, а также активизировать работу по вакцинации населения, особенно старшего возраста. В настоящее время в республике наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Ежедневно выявляется более 80 человек заболевших. Наибольшее количество пациентов наблюдается по-прежнему в городе Черкесске, Карачаевском, Малокарачаевском, Зеленчукском муниципальных районах. Сфера здравоохранения республики на сегодняшний день работает в сложных условиях. И здесь мы должны четко понимать, что те меры, которые были введены указом главы, позволят нам стабилизировать ситуацию. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 27 338 человек. Из них 23 825 выздоровели, 985 человек госпитализированы. В Карачаево-Черкесии продолжается работа по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса среди взрослого населения. На сегодняшний день вакцинированы 42% от плана иммунизации. Все больше жители нашей республики выстраиваются в очередь за прививкой. В городской поликлинике Черкеска желающих вакцинироваться сегодня было много. По словам медиков, в день прививается около 150 человек. Подробности у Альбины Ламковой. В Черкесской городской поликлинике вакцинация взрослого населения от COVID-19 проходит активно. Людей много, но очередей нет. Заполнять бланки помогают медсестры. Тут же провожают кабинет терапевта. И если все в порядке, заходят в процедурный кабинет. Петр Чупиков родился в 1934 году. Свои 87 лет на здоровье не жалуется. Говорит, особую роль здесь сыграла не только генетика, но и соответствующий образ жизни. Житель Черкеска пришел в поликлинику сделать уже ревакцинацию. Первый раз сделали 5 мая и сегодня повторно. Первый раз мы делали двухкомпонентную вакцинацию, а этот раз однокомпонентную сделали. Как вы прошли первый раз вакцинацию? Нормально прошел. Температуры даже не было ничего, никаких воспалений. Нормально прошел, да. Хорошо, доволен. И этот раз постараюсь. Сегодня же пришлю мою хозяйку. Ей тоже 87 лет, чтобы она тоже делала прививку. Петр Чупиков вместе с супругой живут уже более 60 лет. Выросили двое детей, дочку, сына. Есть трое внуков и одна правнучка. Но правнучку мы еще вживую не видели, а так по видику каждый раз смотрим, каждую неделю. Приходить на прививку от COVID-19 следует строго к назначенному времени, говорит участковый терапевт городской поликлиники Черкеска Гюзель Айбазова. Вакцинируется в большом количестве. Мы работаем каждый день с 8 до 6 до 7 часов вечера. Поток людей у нас, конечно, сейчас увеличится, учитывая обстановку города Черкеска. Также у нас работает горячая линия по вакцинации, в которой каждый пациент может заявить свое желание вакцинации. Они могут записаться через горячую линию. И также, если возникают вопросы о вакцинации. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Черкесске можно в любой поликлинике, без привязки к месту прописки по единому номеру 122. В этот день на прививку пришли и сотрудники Центра управления регионом Карачаева-Черкесии. 70% из них уже привиты. Диана Агаева впервые вакцинируется. Решение приняла давно, но не было времени прийти в поликлинику. Хочу и буду прививаться. Члены моей семьи многие уже привились. Некоторые уже пришли на ревакцинацию. Мы с коллегой решили о вакцине «Спутник Ви». Ни для кого не секрет, что эта вакцина уже проверена и одобрена во многих странах мира. Жители нашей республики, многие, в том числе мои знакомые, прошли вакцинацию именно этой вакциной. У меня дома находится возрастной папа, которого я могу принести инфекцию, потому что я хожу на работу, и маленькие дети. Папа уже сделал вакцинацию, прошел два этапа вакцинации. И в связи с этим, чтобы не заразить своих родных, я решила, что я сделаю вакцину. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Как получить QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный коронавирус? На портале госуслуг может получить любой гражданин старше 18 лет. Для этого ему нужно зарегистрироваться, подтвердить учетную запись и пройти вакцинацию в России одним из четырех препаратов – «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Пивак Корона». Документ действует в течение года после второй прививки или получения однокомпонентной вакцины. QR-код о вакцинации можно вывести на экран телефона или же распечатать сертификат, зайдя на портал госуслуг в личный кабинет пользователя и свободно передвигаться, посещать те места, где требуют наличие прививки. «Пишется запрос, банально это слово «сертификат». Вводим слово «сертификат» и умная система госуслуг поиска дает предложение, какой сертификат вам нужен. Выбираем сертификат по ковид и нажимаем кнопочку, открывается страничка со всеми вашими данными. Здесь приводится информация, когда был вакцинирован гражданин. Ну и, собственно, наш QR-код. Его можно показать прямо с госуслуг, через приложение госуслуг. Или же скачать на компьютер. Скачиваем. И потом открыть и посмотреть, что будет. Как правило, сертификат выглядит в виде листа формата А4 на двух языках – русском и английском. Представители мэрии Черкесская, Роспотребнадзоры и МВД проводят мониторинговые мероприятия по несоблюдению санитарных мер в торговых центрах. В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и разметки. Не проводится дезинфекция помещений и термометрия. Роспотребнадзоры и полицейские составили протоколы нарушения и провели разъяснительную беседу. Места торговли должны быть обеспечены необходимыми рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Специальной разметкой посетители и продавцы должны соблюдать масочный режим, отметили представители Роспотребнадзора. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3 плюс 2, а в горах до 8 градусов мороза. Днем 10-15 со знаком плюс и местами до плюс 9. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 0, минус 2, а днем 11-13 выше нуля. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Предприятия хлебопекарной промышленности в этом году имеют возможность получить субсидии на возмещение части затрат на сбыт производственных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. О том, как исполняется эта программа в нашем регионе и кто может получить помощь от государства, расскажет Альбина Ламкова. В 2021 году впервые нашему региону были выделены бюджетные средства для возмещения части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности. Правительство России выделило деньги для осуществления этой операции из резервного фонда. В нашей республике, по данным Росстата, занимается хлебопечением порядка 30 предприятий. В момент принятия регионального порядка в соответствии с федеральным порядком были заявлены в мае-июне этого года три предприятия, которые подходили под цели, условия и критерии этого порядка. Из трех предприятий два получили бюджетные средства, одно предприятие в связи с наличием долговых обязательств не прошло отбор. Второй этап только завершился. В этот раз субсидии на возмещение части затрат получили три предприятия хлебопекарной промышленности. Продукция, которая субсидируется, она подпадает под тот вид продукции, который входит в продукты первой необходимости. Это хлеб, хлебобулочные изделия сроком хранения не более пяти суток, поэтому не вся продукция хлебопекарной промышленности субсидируется, а лишь та часть, которая входит в продукты первой необходимости. Министерству сельского хозяйства республики выделен 1 млн 586 тыс. рублей. Из них 70% уже распределены. Данная компенсация позволит избежать роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В 2021 году, по крайней мере, в нашем регионе скачка цен именно на хлеб и хлебобулочные изделия сроком хранения менее пяти суток у нас не происходило. То есть, по сравнению и с другими регионами, и в среднем по России у нас цена не выше, а даже и ниже. То есть, до 36 рублей за килограмм. Альбина Ламкова, Руберт Жикутанов, Весик, Карачаево, Черкесия. ГИБДД Карачаево-Черкесии в период осенних каникулах проводит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Полицейские напоминают водителям о неукоснительном соблюдении ПДД наличия автокресел. Ведь перевозка несовершеннолетних в автомобилях требует большой ответственности. В рамках этой акции сотрудники Дорожно-патрульной службы вручили водителям памятки, в которых говорится о том, чтобы родители заранее позаботились о безопасности детей и не допускали аварийных ситуаций. Конечно, хотелось бы порекомендовать водителям автотранспортных средств обязательно пристегивать детей в автокреслах, в детских удерживающих устройствах, так как при ДТП, при каких-то несчастных случаях детское кресло может спасти жизнь. Много бесед проводим с водителем, именно по детям-пассажирам, потому что в основном большая часть ДТП у нас происходит на дороге с детьми-пассажирами. Предосторожности всегда нужны на дороге. Дети – это цветы жизни, как говорится. И пристегиваться старшим детям тоже желательно, подросткам. Ну и маленьким обязательно кресло. Это мое мнение. В Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» представили многосерийную историческую драму «Седьмая симфония» производства телеканала «Россия» и кинокомпания «Нон-стоп-продакшн» при участии «Твин-медиа». Это пронзительная человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда. Генеральный директор телеканала «Россия» продюсер Антон Золотопольский рассказал, что пять лет назад на телеканал «Россия» пришел Алексей Гуськов с идеей сделать фильм о «Седьмой симфонии» Шостаковича, исполненной в блокадном Ленинграде. Нас невероятно вдохновила эта идея, но мы сразу понимали, что путь будет длинным, так как тема фильма крайне сложная, героическая и трагическая. Мы постарались с большой деликатностью подойти к исторической правде. С нами работал один из лучших специалистов по блокадному периоду Никита Ломагин. Эта картина собрала сильнейшую команду профессионалов, которые снимают по-настоящему большое кино. Премьера исторической драмы «Седьмая симфония» состоится совсем скоро в эфире нашего телеканала. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...